Как будет выглядеть цветочная картина в целом, уже сейчас нетрудно представить. Сотрудники городской коммунальной службы высаживают растения строго по правилам в соответствии с разработанной схемой. Работы по озеленению городских улиц ведутся ежедневно. На композиции, которые появляются в общественных местах и на перекрестках, идут тысячи цветов – бегонии, бархатцев, питунии, сальвии, агератума и цинерарии. Подготовка к озеленению нашего города мы уже начали заблаговременно. В январе-феврале нами был произведен заказ в теплицу Кисакаин-Янаольского района цветов различной породы. Это питуния, бархатцы, цинерарии. В общем количестве 125 тысяч. В этом году немножко больше количества. Почему? Потому что есть новые места, где необходимо действительно украсить. Это перекрестки дорог, это на аллеях, на разделительных полосах нашего города. Во всей красе цветники нефтекамцы смогут увидеть в ближайшее время. Для них выбирают морозостойкие и неприхотливые в уходе растения. Сотрудники городской коммунальной службы одним из первых украсили композициями «Сквер Победы». Столкнулись и с воровством растений, поэтому цветы пришлось вновь досаживать. Сейчас цветущие клумбы украшают общественную территорию, где проводят время многие жители города. Очень хорошо относится, очень красиво, спасибо. Город чистый, хороший, очень нравится. Я считаю, что наш город возвращает себе былые славные традиции, которые были в Советском Союзе. То есть нефтекамск – это был один из самых известных городов Башкирии. Нравится, что хорошо сфотографировано, очень красиво. Очень нравится, очень красиво, поэтому сюда приходим периодически. Цветочные клумбы будут радовать нефтекамцев все лето, а если позволит погода – даже до поздней осени. Стоит отметить, что в планах городской коммунальной службы пополнение ассортимента цветов. Так, следующим летом на улицах Нефтекамска могут появиться тюльпаны и розы. Анастасия Кай, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».